Здравствуйте! Россия всегда считалась самой читающей страной в мире. Однако большинство современных родителей обеспокоены тем, что дети не хотят читать. Да на самом деле детей можно понять, учитывая их плотный учебный график. Как привить ребенку любовь к чтению? Поговорим сегодня в программе «Актуальный комментарий». Мой сегодняшний гость – протерей Василий Геливан. Батюшка, добрый вечер. Добрый вечер. Вот скажите, чтение – это все-таки удовольствие или это труд? Мы с вами понимаем, что чтение может быть одновременно и удовольствием, и таким занятием, которое возвышает человека. Конечно, сейчас у нас много развлекательной литературы. Хочется вспомнить о том, что в свое время литература имела своей целью исключительно только развивать человека. Ну, так или иначе, сейчас у нас действительно очень большой объем информации и не только на бумажных носителях. Вот на сегодня книга уже не может считаться, скажем так, приоритетным или единственным источником информации. Сейчас в век технологий мы можем скачать книгу. Мы можем даже посмотреть экранизацию. И человеческая природа нас к этому подвигает, чтобы это было проще, легче. Ну, просто тут теряется, мне кажется, смысл. Не всегда это полезнее, да? Потому что тогда, когда ты читаешь книгу, ты можешь сам пофантазировать, представить себе, как выглядит тот или иной персонаж. Но когда ты смотришь экранизацию, то ты уже в рамках. Похоже, в фантазии режиссера. Что хочешь сказать? Независимо от того, на каких носителях мы сейчас получаем информацию, остается непреложным одно. Если читаешь, то научишься говорить. Действительно, развивается речь. Это на ребятах очень хорошо видно, на школьниках. Если, соответственно, ты читаешь, ты интеллектуал, у тебя есть возможность нормально закончить школу, закончить и поступить в ВОЗ. Это обязательное условие. Чтение как возможность развития речи и возможность развития мышления. То есть детей нужно заставлять прям, да? Не заставлять. Мне не нравится это слово «заставлять». Даже кошек нельзя заставлять. А уж человека тем более. Нужно аргументировать. Знаете, есть такое у психологов понятие. А вот что такое лень, спрашивают? Вот существует лень? Нет, ее нету. Ее не существует лень. Есть отсутствие мотивации. Вот что такое лень. Так вот, нужно найти, донести до ребенка, зачем ему нужно читать. И вот этот единственный правильный способ. А заставлять бессмысленно. Ребенок все равно не будет читать. Это интересно. Хочется сказать еще вот о чем. В наше уже постсоветское время, уже следующее поколение получает особый опыт от своих родных. Школа сейчас не стимулирует ребенка чтению. В школе сейчас переживается такой период перестройки. И если ты видишь, что ребенок читает, это только благодаря тому, что родители читают. Вот они его привили. Это только единственный способ. Домашние, родисты. Это они ему привили привычку к чтению. Это их заслуга. А если родители становятся люди моего поколения сейчас? В моем поколении библиотеки уже стали пустовать. Народа было там мало. Сейчас, мне кажется, библиотеки осталось мало совсем. Очень хорошо звучит это слово «библиотека». Здесь, в этих стенах, обратите, мы с вами находимся в синодальной библиотеке, в Андреевском монастыре. И как-то особенно хочется что-то сказать в этой связи. Библиотека, она имеет ценность непреложную. Ведь книгу приятно взять в руки. Вот я как раз начал о том, что мое поколение, оно уже стало меньше читать. И получается, что вот эти родители современные, они уже детям это, ну, может быть, даже не понимают, что это нужно привить. Вот для этого... Получается, нужно родителей теперь воспитывать. Перевоспитывать. Получается, родители, если сами научились читать, они уже имеют эту мотивацию, детям передадут. Но если родители не имеют, там уже ребенка есть возможность самому убедиться в целесообразности чтения на примере своих, скажем, одноклассников. Задайте вопрос, почему он так хорошо говорит? Уж не потому ли, что он читает? Спасибо вам большое за этот комментарий. Да, пожалуйста. Дорогие телезрители, увидимся с вами завтра в это же время. Субтитры создавал DimaTorzok